Всем привет, дорогие наши друзья и подписчики! Мы рады вас приветствовать на канале Тина Токсина! Бабье лето продолжается! Ура! Ура! Сегодня на улице 27 градусов! Летом такой погоды не было, как сейчас. Сегодня мы с вами гуляем по территории рыбного порта. Давайте посмотрим, что осталось от былого величия. Сегодняшнюю свою прогулку начинаем в рыб-порту около магазина Мариус. Вспомните, универмаг. На первом этаже были детские товары, потом мужские, женские. Ух ты! Машины несутся! Хотим показать, что раньше на этом месте был детский садик, а сейчас здесь уже практически закончили строительство магазина. Вроде бы здесь будет магазин ИКИ, если я не ошибаюсь. Шлагбаум. Все будут заезжать по шлагбауму. Будет написано, сколько парковочных мест есть. Отдельно стоит Тарамат. Так что близлежащие дома не смогут здесь парковаться, потому что шлагбаум. Два выезда. Один, где мы зашли, а второй вот здесь. Это специально сейчас так делают, чтобы люди, которые рядом живут, не могли на ночь, на два дня поставить машину. За паркинг можно будет заплатить. Наверное, какое-то время будет бесплатно, там час. Ну, сколько надо, чтобы затариться в магазине. Вышел с магазина, сел, отдохнул, скушал булочку с кефиром. Итем, нас пустят, уже дверь работает. Смотри. Откуда ты знаешь? Я все знаю. Точно! Дверь работает. ИКИ-магазин. Я вижу рекламу ИКИ. Шкафчики, где можно будет оставить свои вещи. Детские корзинки. И там уже полным ходом идет подготовка. Осталось только, наверное, установить стеллажи и разложить товар. А раньше здесь был детский сад на этом месте. А сейчас ИКИ. Ну, довольно-таки большой вглубь уходит большой магазин. Интересно, когда откроют. Специальная есть стойка, где можно будет привязать собаку. А этот, а этот шлагбаум откроется? В магазине открылся, а здесь? Нет, не откроется. На автомобиле надо ехать. На автомобиле. Паутина до сих пор летает, ребята. Бабье лето продолжается. Но когда, допустим, делают какое-то... Что-то делают, строят, допустим, вот магазин. Надо и вокруг тоже они должны облагородить. Была земля. Привозили. И, видимо, осталось. Грузят обратно в грузовик. Сегодня мы хотим прогуляться вот здесь. В репорте. В репорту. По этой улочке. Здесь раньше была шестая средняя школа. Сейчас её уже нет. Этой школы. Здесь, где вот эти кусты, раньше находились бараки. Наверное, ещё меня не было. Ты, может, уже и был, но здесь были бараки. Сейчас вон там человек загорает, что ли? Я помню, тут какое-то строительство. Были какие-то огромные блоки. Потом сломали. Ну, когда бараки... На больницу хотели построить. Когда бараки снесли, может, вот этот дом когда строили? Нет, нет. Вот тут была огромная-огромная стройплощадка. И долго стояли железобетонные конструкции. Были видны колонны. А шестая средняя школа, ребята, всё, тю-тю, нету её. Вот на этом месте была шестая средняя школа. Я даже была в этой шестой средней школе, но я не училась. А мы с мамой приходили в школу сюда. Здесь учился мой брат. Я очень хорошо помню это здание. Там на самом последнем этаже был спортзал. Большие классы с высокими потолками. Школа была совершенно не такая, как строили потом, там, в 70-х годах. Эта школа очень-очень отличалась. Здесь можно было так зайти, заехать. И вот здесь у них был стадион. Всё, всё-всё уже. Нету ни стадиона, ни школы. Я здесь на права сдавал, ускоренные. Поросло травой. Да, потом здесь была школа вождения. Можно было сдать на права. Нету ничего. Остались только воспоминания, воспоминания. Люди почему-то любят жить воспоминаниями, как было раньше, что было раньше. Кто здесь учился, бегал в кроссы? Я знаю, кто. Да, да. Он смотрит, да. Здесь была шестая школа. А это дом. Я знаю точно, что ребята, которые сварщики, они же все имеют сертификаты. И именно вот здесь они приходят, проваривают там что-то и получают сертификаты на своё проваривание. Сертификаты, по которым они работают. Потому что сварщиков просто так не принимают на работу. У них должен быть какой-то сертификат. Они там бывают очень разные. Что ты умеешь варить, как умеешь варить, какой металл, какая толщина. Вот здесь были. Вертикали и горизонтали. Вот здесь был этот барак. И потолок. А ты видишь, что там что-то осталось? Я говорю, тут были конструкции. Их обломали, обломали, увезли. Но вот это всё осталось. Фундамент какой-то есть. Да, да. Тут хотели построить какую-то или больницу. Что-то очень огромное, промышленное. Яблоки! А ты знаешь, почему здесь яблоки? Это Пекин литовский называется. Это очень вкусная яблоня. Ой, вообще, моя самая любимая яблоня. Это вот Пепин литовский. Очень вкусная. Потому что здесь раньше были жилые дома. И около домов у людей были сады. И поэтому здесь остались яблони. Сорвёшь мне Пепин один? Дятел? Ой, он один столько много не скушает. Да, вот здесь были частные... Ну, не частные дома, а были жилые дома. И поэтому есть сады. А сейчас здесь... Ну, порт, он всегда здесь был. Какие-то организации портовские. Много, видите, контейнеров. Если надо, допустим, достать контейнер, который в глубине находится. Как они должны всё это поднять? Да, целый город из контейнеров. Да. Но они, знаете, их как грузят? Они же знают, когда этот контейнер приедет, заберёт, допустим, пароход. Или... Или не заберёт уже. Или уже не заберёт. Говорят, что там бывают, застревают эти контейнеры. Немножко пройдём вперёд. Нет этих домов, которые раньше здесь были. Представляешь? Остались только сады. Впереди паромная переправа. Но паромная переправа... Отсюда отходят паромы, которые ходят в Швецию. Куда там ещё? В Германию ходят. Вот как раз они фуры переправляют. Машины. Такой стеклянный коридор. По нему люди переходят, если без машин. Здесь покупают билеты и переходят под нему на паром. Сейчас вроде бы нету парома. Ты посмотри, сколько контейнеров. Так вот, как? Мужчина. Как? Если мой контейнер где-нибудь вот там. Вот там. И все одной фирмы МСЦ, наверное, ждут свой контейнеровоз. Бывают же очень большие контейнеровозы. Раньше здесь были дома. Всё, ровное поле. Стоит паром. Нам повезло его увидеть. Они обычно как-то вечером отходят. Не то в 7, не то в 9. Заезжают фуры. Вагоны, не знаю, перевозят или нет здесь вагона. Вроде бы нет. Вагоны не перевозят, но фуры точно перевозят. И очень-очень много. Можно купить место с автомобилем, с каютой. Без автомобиля, без каюты. Вариантов в общем много. Чтобы люди не ходили по железной дороге. Но и это здание административное, оно находится как бы уже за территорией. Потому что вон забор, и ты должен как-то попасть туда. И поэтому сделали такой стеклянный коридор. Сразу попадаешь туда. Мы когда-то встречали кого-то с парома. То можно дойти вот досюда и видеть, как, допустим, тот человек, которого ты встречаешь там с чемоданами, с вещами, с парома выходят и идёт тебе навстречу. И получается встреча вот здесь где-нибудь в проходе. Там дальше новая паромная переправа, именно которая переправляет машины, людей на Куршскую косу. Там отель виднеется. Идём вдоль забора. Там порт. Раньше был рыболовный флот Литвы. Вот именно здесь. БТФ, БРФ, туда дальше Борф. Железная дорога. По железной дороге что там возили? Рыбу. Рыбу. На прогресс, наверное, древесину возили. Но если железную дорогу не разобрали, значит до сих пор здесь ходят поезда. Что-то возят. Вот в эту сторону дома. Девятиэтажки, трёхэтажки. Целый комплекс гаражей. А мы с вами пришли вот-вот оттуда. Когда-то, когда-то здесь жизнь кипела. А сейчас растут деревья на крышах. Срамота. Действительно, срамота. И они уже очень-очень большие, эти деревья. Даже был какой-то Лайвибос по Слаугу Центрос. Заколочено всё. Центр услуг для судовождения. Ну, в общем, что-то с портом связано. Услуги были. А сейчас вообще жизни нет. Мне кажется, из тех последних общаги сделали. Общаги? Да, тут люди сейчас живут. Ух ты, дойдём посмотрим. В кабинетах. Траву никто не косит. Высокая трава, наверное, по колено в некоторых местах. Вот здесь, ты говоришь, живут? Ну, скорее всего. Раньше кабинеты были. Сейчас скажут, мамзель, пройдёмте в кабинет. Сейчас посмотрим, что здесь. Хостел. Точно, ребята. Офис и хостел. Точно, кто-то живёт. Нямуно. Офис и хостел. Видно, кого принимают на работу. Может быть, каких-то ребят или в море, или... Не знаю, вон, вещи висят, зимние куртки. На третьем этаже. Точно. А здесь проходная была. Да, машины ездили. И не только машины. А слева была столовая. Столовая. Двухэтажное здание на втором этаже. Была столовая на первом хозяйственный магазин. А сейчас стоят машины без крыльев. Наверное, где-то какой-то сервис есть. Идём ещё чуть-чуть дальше. Потом повернёмся там, где столовая. А, и даже нету проезда. Предприятие Клэпидо-Смяльте. Ого. А раньше здесь был проезд, ворота были. Смотри. Забуровали демоны. Точно что. А как попасть? Наверное, где-то центральная проходная есть. А здесь уже всё, ничего не осталось. Здесь неудобно очень было. Узко. Ну, он был. Да. А сейчас вообще всё пустое. Вот он, весь югин стиль здания. Да. Всё пропало то величие, которое было когда-то от рыбной промышленности Литвы. Ничего не осталось. Только одни воспоминания. А рыбой хоть пахнет на базаре? На базаре? Кстати, давно не были на базаре. Надо будет сгонять. И посмотреть, пахнет там рыбой или нет. И в этом здании что-то было. Вообще, я выросла в этом районе. Тут работали тысячи людей. Тысячи. Да. Я здесь часто бывала. Не помню, что здесь было. А сейчас ничего. Тишина. Сколько рыбы было в магазине. Сколько машин ехало на эти все вот бор в БТФ. Ну, на территорию вообще туда сколько ехало. Кораблей было, представляете? Стояли двумя-тремя бортами. Столько было кораблей, что не влазили все в порт. А сейчас вот так вот. Чуть-чуть вперед пройдем. Посмотрим. Там можно посмотреть. Мне кажется, тоже контейнеры стоят. Тут часть мы вам показывали. Ссылочка сверху. Если хотите, посмотрите. До моста. Там такой мост есть, который ведет на территорию бывшего прогресса. Мы вам показывали совсем недавно. Да, здесь тоже контейнеры. Контейнеры бывают большие и маленькие. Специальные такие, я их называю гуси. Вот они, гуси, которые могут брать контейнер и грузить на корабль. А эти какие-то интересные. Они, наверное, холодильники. Вот эти белые, видишь? На них что-то такое подключены и работают сюда. Значит, там какая-то продукция заморозка. Их надо грузить в первую очередь. Когда-то заходил автобус, именно доходил до Борфа. Там разворачивался. И потом вот здесь выезжал дальше. Это была раньше улица Нахимова. Сейчас это улица Найкопис. А сейчас конечная остановка вот здесь, около этих четырех этажек. Это все район рыбного порта. Почему рыбный порт? Потому что вот рядом были все организации. Столовая была вот там, чуть-чуть дальше, на втором этаже. Два аналогичных здания. Там была столовая. Это улица Жальгеря. Там дальше ржавая вилка. Все, кто ходили в море и не только знают эту улицу. Мы с вами пойдем вот здесь. Почему тут стоят скорые? Может, у них здесь база? Есть же какая-то частная скорая помощь Буданова. И у них, видно, здесь база. Здесь тоже двухэтажный магазин. Но, мне кажется, ведь и столовка была там дальше. Сейчас здесь какой-то центр, что-то с машинами связано. Тихий райончик. Очень тихий. С собачкой хорошо гуляет. Да, кто имеет собаку. Здесь вообще, вот там, где мы шли, никого нет. С собаку отпустил. И, наверное, девушка туда и пойдет со своим лабрадором. Нет, уже не реновация. Уже называется это модернизация. Так что, надо и нам переходить на новые термины. Трехэтажное здание. Интересно, как сделают. Здесь девятиэтажка. Красили, как ты говоришь, там у кого течет, тот себе сам и закрашивает. Тоже надо уже что-то думать с этими домами. Кому надо, обращайтесь. Обращайтесь? Здесь раньше была поликлиника. Не больница, а поликлиника. Больницу снесли, которая находилась там за прогрессом. А здесь была поликлиника. И мне кажется, здесь сделали какое-то учреждение для людей, которым нужен присмотр. Типа, как же он называется? Хоспис сейчас, да. Сейчас такие всякие названия. Уже не говоришь, дом престарелых. А все говорится по-другому. Смотри, все обилие. Балконов здесь нет. И... Вставили в окна. Все новые окна? Нет, мне кажется, это старые. Окна все. У кого какие? Вот эти новые подъезды. В подъезде, да. Выбили перегородки. И будет много света. Классно. Мы где-то заходили в такой подъезд. Очень интересно выглядит. Много света. Написано слептове. У них есть внутри какое-то бомбоубежище. И все так четко делают. Нету так, что в одной стороне это делают, в другой другое. Везде все делается одинаково. Ничего не делают. Ну как не делают? Стоят же леса. Вот леса поставили и ничего не делают. Обилие. Сыромота. Обилие. Где рабочие? Прораб пришел. Где рабочие? Сыромота. У них перекор. Вот, здесь еще не сделали, видишь? Там в подъезде уже выбиты окна, а здесь еще не выбиты. Еще не изготовили. А так этот дом выглядел до того, как здесь начали ремонт. Раньше здесь была поликлиника. Как сейчас находится на Кауна улице, типа поликлиника моряков. А сначала она была здесь, потом перенесли на Кауна. Сейчас здесь находится Клепедос, место Глобос на Мэй. Дом приюта. Приют для людей старшего возраста. А на объекте работает всего три строителя. Но это много по нынешним временам. И то два уже ушли за угол. На третьем этаже есть балконы. На первом, втором нет. Возможно, с той стороны есть. На первом, втором. А есть только два балкона здесь. На третьем. И третий тоже так нависает. Уже треснуло все. Опасно выходить. А это-то реконструировали. Укрепили, возможно. Это кто в профсоюзе работал. И что? Им с балконами давали. Но я вот представляю, построили эти дома в каких-то 60-х годах. Люди, допустим, живут в этом доме. Кажется, классно. Живу в трехэтажном доме. Там ТДТ, канализация, вода. Все есть. И хоба построили вот такого соседа. Девятиэтажку. И все стали ему завидовать. Здесь лифт есть. Здесь квартиры новой планировки. Балконы большие. Комнаты большие. И тоже вот такой маленький. Также тут еще есть и пятиэтажки. Такой райончик. Я думаю, что люди из блочных домов всегда завидовали вот этим сталинским постройкам. Вот это были настоящие дома. Ну, раньше, а сейчас. Ты бы хотел в таком доме? В таком? Да. Потолки высокие. Тебе летом не жарко, зимой не холодно. Ну, мне кажется, как-то не очень спешат люди, допустим, покупать квартиры здесь. Самые дорогие. Если в наследство осталось, то да. А так? Есть... Попробуй, купи. Есть качели. Детская такая игровая зона. И что самое классное, здесь много травы. Много зеленой зоны. Квартир не очень много. Видно, хватает парковки. И поэтому, ну, как бы, траву не оккупируют машины. Ой, какие две собачки одинаковые. Сейчас... Это самый пист. Сейчас мода на таких пуделей. У одного лапка болит. Как-то прыгает странно. Так, еще хочу показать вот это здание. Здание... Чебуречка? Нет. Здание. Не, не это здание. Не чебуречка. Здесь не было чебуречки. Здесь был пункт приема стеклотары. Вот, написано. А там чебуречка. Чебуречка? Да. Ну, наверное, я настолько молодая, что я не помню здесь чебуречку. Вот, пункт приема стеклотары. Едет такой транспортер. Вы ставите все свои бутылки. И они уезжают там куда-то, куда-то, куда-то. Сейчас, в принципе, тоже сделали эти ароматы по такому же принципу. Транспортер, ваши бутылки куда-то уезжают. А здесь вот много гаражей. Раз, два, три, четыре. Ряда гаражей с двух сторон. Чебуречка. Напишите. Здесь какое-то было кафе. Ну, может, не чебуречка. Ну, что-то здесь было. Пифнуха, может, какая-то. Кстати, продается. Можно купить и сделать чебуречку. Но место такое непроходное. Не будет пользоваться спросом. Смотри, какие плотучие ивы. Можно подметать. Да, очень длинные. Вообще, большое дерево. Зелени на этой улице много. В этом доме деревянные балконы. Это, наверное, был кооператив. Нестандартные балконы. Но уже некоторые меняют на жесть. Вот, допустим, здесь, на пятом этаже. А это рядом дом. Здесь находился хозяйственный магазин. Это я помню. Вы знаете, как интересно? Раньше было разделение. Допустим, хозяйственный магазин, магазин женской одежды, мужской, детской. А сейчас все вместе. Заходишь в любой продуктовый магазин, и там можно купить набор различных продуктов, вещей, которые тебе нужны. Даже одежду можно купить. А раньше вот было разделение. Хозяйственный приходишь. Здесь только кастрюли, там пластмасса. Я любила этот магазин. Мы часто сюда приходили. Пойдем во двор. Вот сейчас у них там построят такие магазины. Там же будет все. От продуктов до ножниц, трусов, ниток, алкоголь. Где во дворах ставят машины? Давай посмотрим здесь. Когда-то, когда построили, допустим, вот этот дом с деревянными балконами, видишь, с этой стороны нет ни одного балкона, вот площадка была только такая. Хватало всем. Всем хватало, потому что машин люди не имели. Только через профсоюз могли машину получить. А сейчас уже они все здесь не влазят, и поэтому вот отвоевывают под паркинг какие-то другие территории. Стоят вот здесь машины. Также яблоня, потому что здесь были сады. Вот там стояли эти бараки. Там порт. Довольно-таки тихо здесь, спокойно. Не знаю, как... Раньше всегда считалось, что Репорт – это такой криминальный район. Ну как криминальный? Ну так и считалось, что криминальный район. Не знаю, как сейчас. Сейчас у нас есть и знакомые, и родственники, которые здесь живут. Ну вроде бы все, все нормально, спокойно, тихо. Этот дом тоже интересный. Смотри, вот что. Здесь жилые квартиры, а вот здесь из красного кирпича что это? Это точно не жилая квартира? Может, предназначалась для какого-то магазина или для чего? Или кто-то выкупил, сделал сам магазин? Непонятно, что здесь. Отдельный вход у них есть. Какие-то щетки стоят. Тогда было очень модно на первом этаже какой-нибудь магазинчик открыть. Пока не появились огромные универмаги. Торговые центры. Торговые магазины, которые съели весь маленький частный бизнес. Средний бизнес. Тоже тихий двор, хотя находится совсем около основной дороги. Посередине площадка для детей. Ну как-то слабенько, слабенько. Ну вот реконструкция идет, площадки. Домов много, а для детей всего одна горка. Ну там что-то вот будут делать. Может, все переделают? Качели. Роют что-то. Газ. А у вас в квартире газ? А у нас в квартире газ. А у вас? Прорвало, может, трубу? Я думала, что это... Что это какие-то щетки стоят. Это ноги вытирают. Представляете, ребята, как классно сделали, чтобы не тащить всю грязь, весь песок на первый этаж. Подходите, ботинки свои почистили и пошли дальше. Вот председатель молодец. Клумба шикарная. Ухаживает красиво. Очень красиво. Различные растения и вьющиеся, и цветущие. Еще привез. А, это значит, что это он выкопал. Пока будут работать. Пока проходят работы. Вот, что-то делают с трубой. С газовой трубой. Может, утечка была. А эти ягодки красные можно кушать? Можно, один раз. Потом можно умереть. Да, красивые клумбы. Сложные такие. Красивые мешают. Один человек? Сами присматривают. Сами, да? Да, да, да. Всегда жители сам. Вряд ли один, смотри, сколько тут. Не, здесь одному тяжело. Очень тяжело. О, смотри, какие штучки. Эти точно можно кушать. А, это сварениц. Сварениц, да. Лимонник. Лимонник. Кусты очень колючие. А они очень кислые-кислые. У меня уже полный рот слюны. А это клематис. Вот, фиолетовый. Кустик. Красивые. Они очень капризные. Сколько мы с тобой пытались вырастить, у нас не получается. Всякие деревянные коряги притащили с моря. Здесь положили камушки. Вот у кого как фантазия работает. Супер, супер. Ни одной травиночки. Так красиво шли. Везде ухожено. Мусора нигде не валяется. А здесь прям какие-то бутылки пустые. Но видно, что их выбросили уже давно. Никто не убирает. Кобра и алкогольные бутылки. Непорядок. Прошлись по району Рыбпорта. Вспомнили молодость. Лимонник нашли. Чтоб жизнь не казалась такой сладкой. Не забываем лайк ставим. Комментарии пишем. На канал подписываемся. Всем до свидания. Пока-пока.